Привет, с вами Велсоком, это было очень тяжело. Я поднял всех, кого мог, мы очень сильно напряглись, потому что сейчас нет авиасообщения, к нам сюда ничего не долетает. Скрутился в бараний рог, заплатил три цены, но все-таки купил. Зашлите мне эту радость. Уацкий дефицит, санитайзер, потому что, друзья мои, ситуация тяжелейшая нынче у нас с вами в стране, Но даже несмотря на весь этот ужас, я все-таки вот теперь готов. Давай. Я как не подумал, что скользко-то будет. Как обычно, с первого раза. Ну а если отбросить шутки, то это действительно был особый челлендж. Хрен добудешь iPad, он только начал продаваться там в Европе. Да и там были ограничения, типа не больше двух штук в одни руки. Поэтому я страдал, но добыл. И я до конца не понимаю, зачем я это сделал. Ведь как мы с вами знаем... Ну давайте обо всем по порядку. Поехали. iPad Pro 2020. Ровно тот же самый дизайн, что и двумя годами ранее. А именно так, потому что в прошлом году iPad Pro просто не обновлялся. Есть версия 11 дюймов, есть 12,9. О, у нас с вами на 128 гигабайт. Это Wi-Fi Plus Seller. И это четвертое поколение. Вот так вот написано здесь непосредственно на коробке. И как мы с вами знаем, iPad это, наверное, наихудший девайс для распаковки. Потому что там практически ничего интересного в коробке нет. Но тем не менее. И обратите внимание то, о чем мы с вами говорили на распаковке Huawei Mate XS. Несмотря на то, что iPad не изменился визуально, он ровно такой же квадратик, прямоугольник, окей. Здесь у нас с вами новая обойна. И ты сразу идентифицируешь его как iPad 4-го поколения, именно прошка. И это хорошо. Ну и конечно же, у меня к нему огромное количество вопросов. Первый, пока открывается коробочка. А что там с прочностью? Он все так же просто гнется? Напомню, что один 11 дюймовый. Мы погнули вот этими самыми руками. Тихо, тихо, тихо. Здесь надо поймать баланс, понимаешь? Надо вот... Это только распаковщики мастер уровня могут сделать так. Ну, поскольку я еще не достиг мастер уровня, плывем вот так. Близко. На самом деле, нарядно, симпатично. Итак, iPad Pro. Лучший девайс для... Ну скажите это вместе со мной. Просмотра порно, конечно же. А я напоминаю, что Pornhub дарит вам один месяц бесплатно сейчас. Потому что руки надо мыть. Мы с вами помним. Я тяну за хвостик. Достаю iPad. И это... Ооо, щит. Кстати, блок камер-то сразу выдает. В нем новое поколение. Я напоминаю, что здесь не просто две камеры, как в iPhone 11. А здесь именно тот же самый набор, по сути. Хоть камеры и другие, но смысл такой. Широкая и сверхширокая. Для того, чтобы вы смогли снимать красоту. А также тут есть лидар. Только фишка в том, что его не видно ни хрена. То есть он скрыт там где-то в глубине. Под определенным углом ты можешь увидеть окошко. А так, ну просто вот такой блок камер, который мы с вами уже наблюдали в iPhone 11 Pro. Ну и давайте отложим его в сторону для того, чтобы заценить комплект поставки. Здесь у нас с вами блок питания. Ну практически такой же, как идет с новыми iPhone 11 Pro также. Здесь у нас на сколько? На 18 Вт, я думаю, в комплекте. Да, блок питания. Ничего сверхъестественного. USB-C. USB-C провод. Я напоминаю, что именно два года назад в iPad появился теперь USB-C на смену Lightning. И мы все с вами держим кулачки. И все другие вообще органы тоже сжимаются. Когда ты начинаешь думать о том, что, наверное, в этом году у iPhone наконец-то появится также USB Type-C. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это быстро. Ну пора уже Lightning сколько лет он дебютировал в iPhone 5. Уже очень давно. Ну и как обычно, скудный комплект завершает что? Завершает, конечно же, вот такая вот радость с наклейками. Немножко макулатурки. Здесь же у нас с вами, кстати, скрепенька. Потому что, я напоминаю, это Seller Edition. Вот такая вот краткая инструкция, что конкретно вы можете делать на своем iPad. И давайте посмотрим, есть ли здесь упоминание мышки. Потому что в iPad OS 13.4 появилась поддержка этой радости. Нет, про мышку ничего не нахожу. Все, слушайте. Максимально, вот прям по-спартански, вот так вот как-то без изыска. Но самое-то кайфовое оно где? Вот здесь. А теперь знаете, что я делаю? Вот так вот раз под стол. И это мой текущий iPad 12.9, который я люблю. Вот, собственно, картиночки. Все как положено. И вы знаете, какая штука? Я делаю вот так. Снимаю этот уже старый кавер. И хрен вы что отличите? Да, он, конечно, немножко потасканный. Но, во-первых, за счет того, что он таскался в фолио, он практически новый. А во-вторых... Но мысль такая, что... Хрен вы отличите, где какой. Вот так вот удаляю вот это вот. Вот так вот его сюда ставлю. Братья-близнецы. Абсолютно одинаковое устройство. Более того, в этом процессор A12X, в этом процессор A12Z. Вы скажете, в чем прикол? Ну, здесь 8 ядер CPU, 8 ядер GPU. И вроде как, сейчас пошел слух в интернете, что они просто взяли 12X и разблокировали одно ядро. И ты такой... И если посмотреть на бенчмарки, то, скорее всего, так и есть. Потому что они по мощности очень близки. Да, процессор A12X абсолютно лютый. Он обгоняет A13 Bionic. И этого процессора вам хватит за глаза еще в ближайшие годы. Потому что, ну, он прям откровенно крутой. И в этом смысле, Apple сочетырила чуть-чуть. И все ждали, конечно же, процессор A13X. Ну, хоть так. Ну, хоть так, что называется. Ну, и, конечно, из интересного здесь только камеры. Все остальное это тот же самый iPad. Вы скажете, Валя, подожди. Но есть же клавиатура топовая. Так она и к этому iPad'у подходит. Более того, она появится в продаже вообще в мае. А даже кавера к вот этому новому iPad'у с вырезом мы не нашли. К сожалению, поэтому такое себе. И вы скажете, ну, окей, ладно. Давай быстрее запускай. Давай, нарядно делай. А я вам скажу, что самое кайфовое-то здесь LiDAR. А с ним нужно разбираться. Это уже отдельная история. И ставьте лайк, если вы хотите, чтобы мы заморочились AR и подсняли для вас красоту. Пока же я могу что сделать? Я могу взять трекпад и посмотреть, как работает мышка в этом самом новом iPad'е под управлением iPadOS 13.4. Но правда в том, что я могу поставить его и сюда же. И вы скажете, Валя, это что, какое-то минорное обновление? Мне что, не надо бежать и менять свой предыдущий iPad Pro? Да, друзья мои, удивительно. Но Apple просто взяла и обновила текущее устройство не так сильно, как, возможно, нам хотелось бы. Хотя все западные блогеры и СМИ в один голос говорят, что LiDAR вот где настоящее будущее. Такого нет ни у кого в индустрии. У них есть свой Arcade, Apple его, кстати, тоже обновила. Здесь все сходится в одном. Есть софт, есть железо, есть разработчики, которые готовы бить копытом и делать красоту. Но посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что об этом будут отдельно говорить на WWDC, который в связи со всей историей пройдет онлайн. И, конечно же, новый iPhone, который вроде как все-таки выйдет осенью, также получит LiDAR. Поэтому все это начнется. Но, возможно, осенью выйдет еще раз обновление iPad'ов. И вот это уже тема, опять же, для отдельного разговора. А пока я его быстренько настраиваю и смотрим, как работает мышка. Спойлер. Я попробовал на своем iPad'е, у меня просто отвалилась челюсть. Когда я увидел iPad, который никогда не проектировался как устройство для управления мышкой, в итоге работает с ней офигительно. Давайте зацениваем. Слушайте, мы будем подключать вот такую вот радость. Знаете, что это такое? Это трекпад от Mac Pro. Я его засветил в одной из трансляций. Все такие, расскажи. Ну, это просто стеклянный трекпад, который офигенно удобный. Ну, и он, конечно же, работает и с нашим iPad'ом. Я, кстати, не пробовал, но, скорее всего, должно. Это же Apple Way. Давайте. Значит, вот этот конец мы вставляем непосредственно в трекпад. Раз. Вот этот конец мы вставляем в iPad, в USB-C 2. Где он тут? Опа! И, по идее, все это должно законнектиться. Да! Оно просто сразу по Bluetooth'у, бам, сопрягается. Дальше я убираю провод, и оно все равно продолжает работать. Красота-то какая вообще благодать! Никогда бы, блин, не подумал, что мне понравится работать с iPad'ом с помощью мышки или трекпада. И прямо сейчас я понимаю, что сюда еще мы подключаем клавиатуру, которая также может работать по Bluetooth. Вешаем это все на маленькую ножку, и получается маленький такой iMac нового поколения. Чего? Я мог поверить в то, что в каком-нибудь MacBook Air появится тач-экран, и мы сможем в macOS тыкать пальцем. Но то, что в iPadOS, вообще в iOS, по сути, появится вот это все, мышка, это странно. В iOS 13, напоминаю, она была доступна через универсальный доступ. А сейчас, вот и пожалуйста, смотрите, курсор, причем не стрелка, к которой мы привыкли, а кружочек. Почему? Потому что палец, если мы его положим, образует именно кружочек. И вот он, собственно, летает у нас здесь по меню. Но, как только я его подношу к каждой иконке, смотрите, он исчезает, а иконка начинает играть с нами. Вы скажете, Валя, совсем с ума сошел? Вы знаете, охренительно удобно, вы посмотрите, как классно. Я сразу быстро могу сориентироваться, что где. Ну и, конечно, фантастика. Нажимаю вот сюда, появляется непосредственно меню управления, которое позволяет мне, допустим, заблокировать поворот экрана, либо управлять громкостью, либо еще какими-то вещами. И все как-то интуитивно понятно. Вы скажете, окей, открой Safari, пожалуйста. Вот так вот скроллишь двумя пальцами, потому что здесь такая же логика, как и в macOS. Могу вот так выбирать тексты. И смотрите, в этот момент курсор меняется на привычный, когда мы говорим о взаимодействии с текстом. Двумя пальцами нажимаю, эмуляция некого правого клика, нажимаю скопировать и готов вставить. Дальше смотрите, что происходит. Вот так пальцем вниз дрыгаю, появляется док. Я беру, например, YouTube. Опа, и у меня здесь YouTube. Дальше я его тяну вот за эту часть, и у меня два окна одновременно. Офигеть, не то слово. Могу вот так это все немножко сделать, и полетели. Надоело четырьмя пальцами вверх, как на гребаном macOS. И у меня все работает. Двумя пальцами перемещаюсь между непосредственно экранами. Офигительно удобно, друзья мои. Или вот смотрите, прикол, мне нужно попасть в многозадачность. Я прям беру вот за эту штуку, тяну, и вот она, моя многозадачность, открылась в лучшем виде. Офигительно, слушайте, я не ожидал, реально. Это будет очень удобно. И могу переключаться непосредственно между приложениями, опять же, четырьмя пальцами, вот так вот. Это охренительный iPad. И я думаю, вы уже заметили, что это старый iPad. Его можно идентифицировать по окошку камеры. Да, это старый iPad. Почему? Потому что действительно, ArcKit 3.5 только-только вышел. И несмотря на то, что в своей презентации Apple говорит о том, что вот те HotLava с ArcKit, вот те обновленные приложения IKEA, пока LiDAR нигде не задействован. Мы попробовали камеру, там нельзя сделать портрет с LiDAR. Мы запустили HotLava, она еще не оптимизирована. Поэтому новый iPad вышел, но A12Z похож на A12X. LiDAR пока не работает. Ну а широкоугольная камера примерно похожа на то, что мы видим в iPhone 11. Вот, собственно, и весь новый iPad. Это значит, что свой старенький. Можно совершенно спокойно не менять, если вам не нужна широкоугольная камера и ArcKit в перспективе. А если вы хотите купить сейчас iPad, то этот просто больше не продается, и вы можете взять новый. Если найдете старый за адекватные деньги, берите и не пожалеете. Он также поддерживает Pencil второго поколения, здесь также USB-C, он также работает, как вы видите, с мышкой. Короче, фантастика. Поэтому спорная история, нам предстоит разобраться. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что у нас все отлично. В прошлом ролике, где мы говорили про анонс, мы разыгрываем вот этот замечательный iPad. Вот тут новый. Но они еще официально не продаются, поэтому нам нужно его добыть адекватно. И потом, конечно, будем подводить итоги. А пока всего вам самого хорошего. Не забывайте мыть руки и здоровья, друзья мои. Сегодня это актуально. Сидите дома и наслаждайтесь видеоконтентом в том числе, что я, собственно, тоже и делаю. Не прощаюсь.